Ариару, мои маленькие любители квадратной шоурумы и необычного выживания. У микрофона ваш покожен слугам Амору, и я рад представить вашему вниманию стодневное выживание. В этом непростом квадратном мире. Minecraft. Последняя версия. Чистый клиент без модов. Хардкорный режим игры, где любая ошибка может стоить жизни. А при данном режиме я напомню, что жизнь у нашего персонажа всего одна. И в случае смерти мир будет удалён. У меня просто грандиозные планы на данное выживание и на данное прохождение. Но не уверен, что у меня всё получится реализовать за отведённое маленькое количество времени. В любом случае, для начала нужно пережить нашу первую ночь и вообще раздобыть элементы выживания. По классике первое дерево, первый верстак, деревянные инструменты. А следом я отправляюсь на разведывание территории и поиск места для базы. И где-то полдня спустя мне удаётся всё-таки найти потрясный остров, который будет прекрасно выполнять роль нашей первой базы. И если кому интересен, то сид этого мира можно найти в описании этого ролика. Находясь на острове, я начинаю облагоустройство территории и постройки первых оборонительных сооружений. Собираю тростник, рублю дрова и высаживаю деревья. В общем, навожу марафет первого дня. За этот день, обижав всё в округе, мне удаётся найти лишь одну овцу. А значит, никакую кровать я скрафтить не могу. Что значит, и эту ночь я тоже пропустить не могу. А оставаться на улице мне было бы самоубийству подобно. И поэтому я решаю совместить приятное с полезным и начинаю раскопки тоннеля вниз. Всю ночь я провожу в шахте, попутно убивая нескольких зайцев. Во-первых, я готовлю себе тоннель, в котором в дальнейшем буду добывать алмазы. А во-вторых, копаю строительные блоки, которые буду использовать в будущих постройках. День 2. Проведя всю ночь в пещере, наутро выбираюсь из неё. Расставляю факела вокруг нашего острова, а следом создаю ножницы и отправляюсь на поиск овец. Чтобы заиметь себе обычную кроватку и не так сильно бояться ночи. Потратив почти целый день на поиски, мне всё-таки удается их найти. Правда, пришлось для этого немножечко обижать очень большую территорию вокруг. Ну а после чего я их успешно стригу и возвращаюсь на свою базу. По пути домой я нахожу свиней и устраиваю небольшой геноцид, чтобы было что поесть. Ну а по прибытии я создаю себе кровать классического цвета. Также высаживаю недалеко посадки с березой и скрафтив мотыгу, спахиваю поле, на котором планируется выращивание пшеничной культуры с целью размножения животных животных. Ну а дальше для упрощения повествования мне будет удобнее говорить не о конкретных днях, а о периодах. Я не люблю бросать что-то делать, а потом возвращаться к этому спустя какое-то большое время. Лучше начать что-то делать и пока не закончишь, полностью посвятить себя именно этому процессу. Таким образом, с 3 по 12 дни я занимаюсь в основном раскапыванием большого туннеля. Из инструментов у меня были только каменные кирки, так что вполне нормально, что так много времени на это все безобразие у меня ушло. Пока я копал, за все это время мне удается найти всего 5 штук алмазной руды, что конечно же очень мало, но этого достаточно, чтобы построить чаровательный стол и зачаровать кирочку на удачу. Докопавшись до самого низа, я применял метод раскопки на минус 54 высоте. Как мне казалось, это самое эффективное, что можно придумать. Хотя не все так радужно. Как итог, все алмазы, которые я находил, были найдены где угодно, но не этим способом. Мне очень часто приходится возвращаться на поверхность, чтобы заменять сломанные кирки. И каждое такое возвращение я продолжаю возделывание фермы пшеницы. Ну а также с соседнего острова в одно из таких возвращений я привожу парочку коров и размножаю их, чтобы потом заиметь себе кожа на книжке. На 12 день я выбираюсь из шахты с 5 штуками над дыбанных алмазов. И наконец-то крафчу себе железную броню, чтобы иметь себе хоть какую-нибудь защиту. Ну а также нельзя не упомянуть то, что в процессе выкапывания глубокого тоннеля случается удача. И я нахожу спавнер скелетов. Это очень халявный уровень на начальных этапах игры, а еще к тому же бесконечные кости и стрелы. И чтобы все это иметь, нужно для начала этот спавнер превратить в обычную формилку. Обязательно мы этим займемся, но чуточку позже. День 13. Буквально с утренними петухами я отправляюсь на разведку территории. Хочу обижать все поля в округе и поубивать свободно гуляющих коров, чтобы заиметь себе побольше кожи. Ну а также мне в процессе исследования хочется все-таки найти себе деревню и начать торговать с жителями. Ведь именно торговля открывает двери в этот удивительный и прекрасный мир бесконечных инструментов, брони и так далее. Побегов буквально каких-то полдня и всего каких-то 500 блоков, я нахожу деревню. И сразу начинаю благоустройство. Лутаю сундуки, попутно закрываю жителей, чтобы хоть кто-то смог пережить ближайшую ночь. Я конечно же планирую спать, но зная этот носатый интеллект, лучше перестраховаться. Недалеко от деревни я обнаруживаю лошадку и решаюсь применить седло, которое я нашел в спавнере. Надеваю его на лошадь вместе с броней и теперь у нас есть собственная кобылка. И чтобы она не убежала, лучше конечно же найти поводок. И мне очень повезло, что мимо меня в этот момент проходил странствующий торговец, который очень благородно поделился с нами этими поводками. Остаток этого дня я провожу, закрывая всех жителей по их домам и максимально стараюсь обезопасить эту деревеньку. День 14, решаю продолжить свое путешествие и разведку территории. И попутно отправляюсь домой, чтобы взять ресурсы на ограждение территории деревни. На обратном пути мне удается найти хвойный лес, надыбать парочку саженцев хвои, которые я буду использовать как основной способ добычи древесины для торговли и строительства. Ну а также в ходе вылазки выясняется, что вся доступная мне территория это не что иное, как один гигантский архипелаг. То есть это небольшое сообщество из островов в океане. Пока не знаю, как использовать эту информацию, но это очень прикольно. И двигаемся дальше. Под конец дня, добравшись до базы, я надыбал себе 40 с небольшим кожа. Это конечно мало, но для полной зачаровалки думаю пока что хватит. Поэтому срубив свой первый страстник, делаю книжки из добытых алмазов и крафчу кирку. Добываю обсидиан и крафчу наконец-то зачаровательный стол. Но пока что он нам без опыта и без лузурита будет бесполезен. Ну а с 15 аж по 38 день я занимаюсь облагораживанием деревни. Большой промежуток времени в этот раз был потрачен на развитие, разработку и ее усовершенствование. Первым делом я естественно старался обезопасить наше здесь пребывание. Вследствие чего огородил все пространство обычными блоками. Не столько от враждебных мобов, а больше от того, чтобы жители не могли просто так отсюда выбраться. Следом я законопатил все блоки, которые могли мне как-то мешать. Закрыл все открытые водоемы и потихоньку начал сносить эти ненавистные мне по архитектуре дома. И из полученных материалов начинаю потихоньку строить базар. В моем понимании это такая часть деревни, где могли бы жить жители. И у них было бы все необходимое для существования. И я мог бы с ними торговать. Из-за чего и начал вырисовываться будущий базар. Ну или как я буду его называть про себя? Дом базар. И если бы мы не были так сильно ограничены по времени, а именно 100 днями выживания. То я серьезно бы взялся за архитектуру этого места. Но так как на это все безобразие было потрачено неправомерно большое количество времени, архитектура может подождать. Главное реализовать практичность этого места. В связи с чем у меня появляются тут жители разных профессий. Три комнаты были отданы лучникам, которым я мог бы продавать по полстака палок за один изумруд. Очень конечно дорого, но ничего поделать в этой ситуации нельзя. Палки я брал из гигантских деревьев, выращенных здесь же недалеко. Из тех самых еловых саженцев 2 на 2. Очень удобно подобные деревья рубить лесенкой и получать очень много древесины, палок и соответственно изумрудов. Полученные изумруды я тратил, чтобы расторговывать двух инструментальщиков и броника. Благодаря чему открыл доступ к алмазным инструментам и алмазной броне. Ведь получение доступа к этим типам ресурсов и было моей основной целью на развитии этой деревни. Хоть и заняло у меня больше времени, чем я планировал. Ну и конечно же нельзя не упомянуть о великом господине, который торгует книжками на починку. Самый полезный член нашей общины, который на протяжении всего времени так и норовил поскорее сбежать. Заимев алмазного характера инструменты, добыча бы полезных ископаемов, на мой взгляд, и КПД мой в общем, смогли бы невероятно вырасти. Ну и теперь оставалось дело за малым. Всего лишь нужно было найти где-то уровень и правильно зачаровать все найденные инструменты. Начать я планирую с кирки, как самого ходового инструмента. И очень сильно мне везет, ведь спустя всего каких-то пару неудачных зачарований на мою кирку ложится самое лучшее зачарование. Удача, починка и эффективность. День с 39 по 42, я наконец-то покупаю себе полный эсет алмазной брони и отправляюсь в пещеры у себя под основной базой, чтобы добыть материалов с помощью удачи. И если получится, накопать себе немного обсидиана на портальчик. 43 день, накапываю обсидиан и использую его по назначению. Пройдя через портал, мне конечно же везет, и мы спавнимся прямиком в лесу эндерменов. Ну а значит за ним не нужно будет далеко бегать. Моя цель на эту вылазку в ад очень проста, найти себе очень немного кварца для небольшого крафта наблюдателей. Ну а полноценными вылазками в ад я буду заниматься только когда буду полностью уверен в собственной безопасности. День с 44 по 55. Для получения доступа к полноценной защите нужен опыт и зачарование. А это можно эффективно взять, как я думал на тот момент, и спавнера скелетов. Именно с этой целью я начал его облагораживать и делать на его основе формилку. Не забывая про декоративные излишества. Использовал я механику лифтов и устраивал горки скелетом. Хотя если быть честным, я немножко прогадал с высотой, и мастерюки не убивали с полутычки. В обычной ситуации я бы перестроил эту всю ферму. Если бы не одно но. Как только я построил эту формилку, дабы тупо не стоять в АФК, я решаю построить ферму тростника. Под землей ей самое место. Не мозолит глаза и не занимает лишнее пространство. Но только вот пока я ее строил и настраивал, заспаунил всего каких-то 3-4 скелета. Уже тогда я заподрозил что-то неладное и решил подождать 10 минут в АФК. После чего заспаунились все те же 3-4 скелета. Что непозволительно мало. И дело тут не в чанках. Я соблюдал все границы. И помню про ограничения мобов на один чанк. Просто система со спавнером почему-то оказалась гипернеэффективной. И как мне кажется, фармить кости на общей ферме мобов будет куда лучше. А опыт можно было бы и на эндермена фармить. Как итог, 11 дней потрачено, можно сказать впустую. И лучше бы я уделил время постройке нормальной фермы тотемов. Но зато при создании этой фермы скелетов, мне удалось накопать достаточное количество строительных материалов для будущего проекта. Хоть какой-то плюс. День 56. Наконец-то я создаю наковальню и накладываю починку на свою кирку. Ведь при раскопках фермы она почти что сломалась. И с 57 по 59 день я занимаюсь целиком и полностью подготовкой к основной постройке на это выживание. День с 56 по 64. Все это время я выравниваю территорию нашего острова. И размещаю примерное положение будущей постройки. И как вы могли уже понять, строите планирую крепостную стену. На тот момент я хотел построить эту стену необычной формы. Со всякими извилистыми линиями и прочим. Но у меня это не выйдет. И почему у меня именно так не выйдет, вы узнаете чуточку позже. Помимо простого выравнивания территории, я занимаюсь еще и расширением острова. Возле места моего обитания имеется мелководие. И чтобы это выглядело более-менее эстетично, мне пришлось выровнять его под уровень острова. Чтобы масштабы будущей постройки были куда солиднее. Правда, для создания такого маневра мне пришлось отгрызать землю с соседнего острова. Но я думаю, никто не обиделся. День с 65 по 78. Такой большой временной период мне понадобился, чтобы определиться с проектом стены. Выбрал я нестандартный архитектурный стиль. И для начала разбросал примерный проект, как и где он будет находиться. А после примерной разметки начал строить первую стену. Заняло у меня все это безобразие слишком много времени из-за моего неумения строить и из-за нестандартности строения стены. Я не сам на самом деле придумал дизайн. Нашел я где-то вот такую вот картинку и решил немножко этот стиль видоизменить под себя. Ну а строил я банально из тех ресурсов, которых у меня было больше всего. Старался я по максимуму комбинировать различного вида блоки. И просто если бы я добывал дополнительно какие-то блоки, то ушло бы у меня на это времени гораздо-гораздо больше. Что я не мог тебе конечно же позволить. Но в результате на все выкопанные материалы у меня вышло построить всего одну небольшую стену и башню. Эскиз этой башни я пытался как-то самостоятельно придумать с нуля. Но как вы можете видеть, это не сильно у меня получилось. И впоследствии я обязательно этот эскиз переделаю. В связи с нехваткой ресурсов, с 78 по 81 дней я провожу в шахте, копая строительные материалы для постройки. Результатом раскопок становится почти целый сундук сланца и пол сундука булежника. Накопал бы больше, но время и так очень сильно поджимает. Мне потребовалось еще с десяток дней, чтобы превратить построенную структуру в хотя бы пародию на доделанный вид. Сначала я доделываю дизайн башен. И если быть честно, мне они до сих пор не нравятся. Ну да и ладно. Потом банально строю стены и башни по тому же заготовленному шаблону. И выходит у меня это гораздо быстрее, чем придумывать это все с нуля самостоятельно. Хоть и по картинке Сенета. Ну и какой замок без ворот, которые пока что будут ввести в никуда. И если бы время позволяло, я бы еще построил обязательно и мост. Но увы и ах. Нам в оставшееся время нужно еще убить дракона. И так до 95 дня я подготавливаюсь к финальному аккорду и путешествию в ад. Торгую с жителями, получаю уровень, зачаровываю броню на защиту, меч на добычу, а лук на бесконечность. Переплавляю все золото для торговли с пиглинами. И на 95 день я нахожу своего первого пиглина. Торгую с ним. И моя цель, как ни странно, это зелья огнестойкости, которые могут мне спасти жизнь. Чуть позже мне удается найти бастион, который приходится постепенно и планомерно защищать, опасаясь всяких нежелательных случайностей. А награда, если честно, того не стоила, всего каких-то два назеритовых обломка. Обидно, конечно, но идем дальше. День 97. Долго я еще бродил по просторам этого измерения, но мне все-таки удается найти крепость и парочку сундуков со вкусным лутом в придачу. А найдя в этой крепости спавнера и фритов, и нафармив те самые палочки, можно наконец-то выбираться из ада. Я полностью осознаю, что путь домой практически невозможно мне найти. Поэтому из найденного ранее обсидиана, я создаю себе новый портал и отправляюсь обратно в свой мир. Из убитых в воду эндерменов и ифритов, создаем око эндера и ищем портал. Ну и кто бы сомневался, что поиски окажутся также чрезмерно интересными. По законам жанра, крепость находится под водой, на очень глубокой высоте. И чтобы ее найти, нужно сначала пробурить тоннель вниз, а уж только потом входить в самую крепость. Все это путешествие и поиск заняли у меня слишком много времени, особенно вся эта игра с усушением океана. И по факту уже 99-й день наступает. Делаю последние приготовления, размещаю активаторы по своим местам и мир края перед нашими глазами. Уничтожить лечащие кристаллы вообще не проблема. Проблема с выбросом адреналина из-за подкидывания нашего обожаемого дракончика. Но в итоге я нашел способ бить его на шифте, и тогда лишний раз меня учить летать не будут. И таким образом мне удается легко, почти без нервов, убить нашего дракончика. А его убийство приносит мне очень большую кучу уравней в придачу. Забираю, к тому же я себе его яичко, и вперед домой, пин 100. Оказавшись дома, я осматриваю, что мы смогли сделать, и что успели за этот достаточно насыщенный период выживания. Расторгованы жители, сделаны некоторые автофермы, хоть и работают они плохо, но они все же есть. А самое масштабное, на что было убито больше всего времени, было и остается, мой личный форпост. Да и пофиг, что нет никакой для него практической ценности. Я давно хотел построить нечто подобное, и я рад, что хотя бы в таком формате у меня удалось это реализовать. В этом мире и в этом выживании можно еще реализовать кучу всего интересного. Создать нормальную деревню, доделать нормальные мосты, заполнить форпосты изнутри, построить фермы тотемов, железо, золото, кучу, кучу всего. Будет ли это все реализовано, будет зависеть по большей части от вашего желания увидеть это продолжение. Ну а я со своей стороны постараюсь не разочаровать вас. Ну и тогда на этом, пожалуй, все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Еще услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok